Всем привет, мои дорогие! С вами Таурус, и мы с вами сегодня поиграем в Happy Wheels. Надеюсь, вы готовы, надеюсь, вы не против порции безумия в этот солнечный день. Не знаю, насколько солнечный, но с большой долей вероятности, ведь сейчас лето, у вас наверняка на улице солнце. Ну, кто знает, в общем-то. Я хотел себе взять за такую вот приятную привычку время от времени заходить, погружаться в Happy Wheels, потому что, в отличие от многих других игр, Happy Wheels никогда не надоедает. Ты играешь, играешь, постоянно игра предлагает тебе что-то новое. И ты не то, чтобы у тебя копится какой-то негатив, как, допустим, кейвстори, проходишь и не можешь, просто там застрял. Здесь постоянно какие-то приятные эмоции, ты расслабляешься вместе с этой игрой, и это здорово. Но главное, конечно, чтобы мне давали уровни, которые я могу пройти, потому что прошлая серия получилась не ахти. В том плане, что я Египет, обалденный уровень, пройти не смог, а также не смог пройти уровень, который мне создал мой подписчик. Вот, это не очень здорово. Это не очень здорово, но как бы там ни было, успели поиграть. Между прочим, автор того уровня сам не смог пройти свой уровень. Так что, не так-то все и плохо, может быть. Так, ну давайте-ка пока по той же самой схеме слушать. И знаете, что я вам скажу? Раньше, когда я играл где-то год назад, вот эти вот Featured Levels, якобы самые лучшие уровни, да? Они не менялись месяцами. Они были одними и теми же. А сейчас я каждый раз вот захожу, вот с прошлого раза снова появились уровни. Хотя всего несколько дней произошло, прошло. То есть я даже не знаю, получится ли мне когда-то делать так, как делали и раньше многие летсплееры. Заходить во все уровни, которые создают, сортировать по дням или по месяцам, играть в самые лучшие уровни, допустим. Захотел, поиграл с такого персонажа, выбрал самые лучшие уровни из этого персонажа. Ну, за которые больше всего играли. Оценки самые высокие, хотя оценки не показатель. Вот, я не знаю, просто мне постоянно вот что-то здесь снова встречается. Ну давайте. Дракс. Наркотики или лекарства. Переводится дракс. Посмотрим, как в этом случае. Хотя это игра сплошной наркотик сама по себе. Вы решили попробовать немного наркотиков, наверное. Ну, это не те наркотики, которые вы ожидали. Ну, наслаждайтесь игрой. Спасибо за игру. Ну, хорошо. Допустим. Так, походу у нас сейчас будет что-то страшное, да? Когда цвет экрана изменяется, не двигайтесь, иначе вы умрете. Да, еще лишнее доказательство, что движок игры способен очень намного. Итак, мы в каком-то городке начинаем, где все очень плохо. Все разваливается. Негр, мой брат, чинит свою машину, покуривая. Там сушится белье. Ну, знаете, есть в этом какая-то романтика, такой себе пригород, да? Хотя на фоне высокие города, а там такой сидит трущоба, наверное, да? Я бы сказал. Здесь бомж сидит. Эй, погоди. Хочешь попробовать наркотиков? Нет, спасибо, сыр. Наркотики это... Эх, заткни, сын! Ну, отец! Мне не важно. Дай мне это. Ха-ха-ха-ха! Собственно. Ладно, держи. О, Господи, прямо как радуга. Паддо поднял наркотики. Все, понеслась просто. Ой, как начало колбасить. А сын ведь говорил, может, не надо? Ха-ха-ха! Обалдеть, ну надо было просто такое придумать? Хот-дог! Обнимашки хочет хот-дог. Тихо-тихо-тихо, только... Только ты меня можешь так обнять, блин, что я сам стану частью этого мяса, что в тебе находится. Мухоморчики. Мухоморчики. Ха-ха-ха! Какая красота! Прости, сын, папа ушел в загул. Ха-ха-ха! И повез сына на велосипеде под наркотой. Боже мой, какой... Какой трэш. Гномы катаются на курицах. Потом улитка напала на гнома. Я, по-моему, кусочек улитки разрушил. Ха-ха-ха! Домик улиточный. Вот настолько классные уровни, настолько они здорово проработаны и нарисованы, что не хочется быстро ехать, хотя персонаж предрасположен к тому, чтобы ехать быстро. Хочется изучать детали. Это здорово, это замечательно. Опа! Вот еще мухоморчик. Вот, разломали чуточку. Ладно, господи, нетушки! Так, ребят, уйдите от меня, пожалуйста. Вы меня преследовать будете. Мороженое, гамбургер, бублик какой-то. Клоун! Ненавижу клоунов. Это клоун из Макдональдса. Стоп, тихо! О! Я жив? Кто-то предполагал, что Хэппи Виллс может быть... Господи! Это ж Альма только что была. Что Хэппи Виллс может быть хоррором. Ты что-то умрешь, ты что-то... Я не успел прочитать, там смешались надписи. Мы попали просто в какой-то лес. Ой, Альма, господи! Давай без это, без шуток, пожалуйста. Спокойно, спокойно, спокойно. Я ее видел, я ее видел в окошке, сволочь такую. О, мы сами в этот домик заезжаем. Хорошо. О, смотрите, там, кажется, кого-то убили. Девушка. Или девочка. В белом покрывале. Не надо меня пугать, хорошо? Мне вчера на стриме хватило запугивания вашего. Так, давайте-ка, давайте-ка, давай! Выбираться отсюда. Кстати, сын! Сын, походу, сбежал от меня. Или вот девочка похитила. Молнии бьют. Какой ужас. Так, кто-то... Да, ааа! Да пошла нафиг! Нафиг сказал! Лишнее доказательство, что даже двухмерная игра может быть немножко жутковатой. Ну, хотя не так, конечно, как там SCP Container Bridge какой-нибудь. Собачка! Собачка позволяет мне по языку проехаться. Огромная-огромная собачка. О, хвостиком как мило виляет. Так, дай-ка мне проехаться. Это представьте просто, какие у него галюны, да? О, господи, ты до сих пор тут же. Тут же милая... Тут сказка, я в сказку попал, а Альма до сих пор меня преследует. Пчелки милые летают. Ой! Стоп, я боюсь, что пчелки еще и убить меня здесь могут. Надо как-то их аккуратно обойти. Господи, я застрял в пчелках. А, что за хрень происходит? Кто-то написал, мост сломался, боже мой. Альма, спокойно, хорошо? Джей любит М. На дереве надпись, господи, хватит выскакивать передо мной. Меня сейчас снова куда-то кинет, да? Представляете, как много времени нужно на то, чтобы это все нарисовать. Серьезно. Что происходит? Э, хочешь купить? Нет, дедушка, спасибо. Спасибо, все, хватит с меня. А что там написано? Я надеюсь, что тебе понравилось. И огромнейшая-огромнейшая мышь. Обалденный уровень, друзья. Я постараюсь, чтобы мои видео были покороче. Но как бы там ни было. Ну, по-разному получается, правда? Особенно если вроде тяжелой, а пройти хочется. Итак, 3D Obstacle Course. Название невероятно уже заезженное. И вот эти вот курс препятствий, я еще в прошлой серии вам про это рассказывал, тоже часто приходится испытывать. Вот, но может здесь будут какие-то интересные особенности, которых не было раньше. Ну, здесь-то можно разгоняться, потому что это 3D Obstacle Course. Так, нет, 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 понятно, разогнался. Спасибо. Поехали заново. По стеклу-то надо очень аккуратненько ехать. Будь очень аккуратен здесь. Все, поехали. Тихо. А, серия гарпунов сейчас будет. Давай, 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 давай. Я люблю такие уровни, очень быстрые. Да, только нужно сгруппироваться в этот момент побыстрее. Тут такие кольца, как в Сонике, тоже их часто бывает. О, да смотри, как я проехал с нажатением колеса, даже не успел ничего. О, гарпуны, гарпуны, гарпуны. Мне, кстати, сделали обалденный монтаж по прошлой серии Хэпу Вилл, сынок, прости. Вот, но, к сожалению, автор потом этот монтаж свой то ли случайно, то ли специально удалил, и мы его больше не сможем посмотреть. Так, какая-то здесь кнопочка. Очень интересно, вот красивые уровни, да? Бывает, что уровни легкие, но по ним просто приятно ехать, потому что... Тихо-тихо-тихо, тихо-тихо-тихо. Давай. А, хорошо. Шлем меня может сейчас даже спас чуточку. Так, а вы уверены, что меня сюда хотели пустить? Может мне все-таки вниз надо было спуститься? Похоже, что да. О-о-о-о. Как все плохо. Так, тут я... Надо вот так вот проехать. Черт-черт-черт, головой не попал. Так, ворота. А за воротами бомбы, 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 нафиг, 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 нафиг. Все, у меня кишки, короче, я какое-то время еще жив, но... Все, видите, я перестал махать руками, ногами. Это значит, что все. Так, ну еще попробуем. Приятно. Здесь просто приятно находиться, приятно все... Проезжать! О, господи, получилось, получилось. Главное, чтобы по мне не попали. Огромную скорость набираем. Вы бы знали, как я раньше здорово играл в некоторые уровни Happy Wheels. Насколько я там привыкший был к тому, чтобы там быстро проезжать какие-то участки. Или то, что когда-то кому-то казалось сложным. Для меня это было просто. А потом я просто потерял навыки, к сожалению. Но сейчас будем восстанавливать. Я хочу, чтобы хотя бы Happy Wheels как минимум раз в два дня выходил в серии. Вот. Самое интересное, что, несмотря на вашу нелюбовь, как вы, мои олдфажные зрители, которые помнят времена, когда я играл в одно лишь ретро, порой вам не нравится, когда я играю в какие-то современные игры. Не во все, но в некоторые, да. Вот. Про Happy Wheels вообще ни одного... Господи, это неприятно было. Про Happy Wheels от вас вообще ни одного плохого слова, кажется, не было. Хотя вроде бы игра попсовая, которую многие записывали и некоторые продолжают записывать. Мне очень приятно ваша реакция на то, что я начал играть в Happy Wheels. Потому что мне эта игра, ну, чертовски просто нравится. Правда. Уху, полетели. Давай, 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 давай. Тут спокойно. И сейчас... О, слушайте, а мы могли еще и вверх залететь? При удачном течении обстоятельств. Или настолько бы высоко нас не смогли подкинуть. Не знаю, не знаю. Так. По-моему, здесь можно вот так проехаться. Да, главное, никаких резких движений не совершать. Так, а дальше будет место, которое меня... Нафиг, 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 пошли! Все, все, побежали, побежали, все. Вроде бы все неплохо. Здесь лифт. Успели от бомб убежать. Бомбы одни из моих самых нелюбимых препятствий. Потому что их не предугадаешь на самом-то деле порой. Так, аккуратно. Здесь надо быть еще голову сломать себе можно было. Вот и все. Ой, слушайте, это тот же автор, да? Крефтус. Он все уровни делает очень красивыми. Хотя, опять же, вот эти вот 3D, много таких уровней уже было. Даже не в фичард, не в лучших уровнях, а просто в обычных. Да, прикольно, слушайте. Молодец, молодец этот Крефтус. Хорошие уровни создает. Да, 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 он, видите. Ну, потому что мышь такая же, это его фирменный знак, наверное. Потом уровень от фаталии 14, мистическая пещера. По фикшенной версии. То есть какая-то проблема была, да? Исследуйте пещеру, пум, полную мистических сюрпризов. Вы сможете найти секрет? Ну, постараемся. У нас пока 11 минут записи. Не входить, пишут мне. Но, как обычно, кого это останавливало, господи? А ты, господи, ладно. Вот порой надо торопиться. Так, Dead End, это в смысле тупик, да? Слушайте, а может там как раз и есть секрет или нет? А, похоже, что нет. А, вот так вот и надо было сделать. Так, спокойно. Точно мистические пещеры. Рисовка классная. Такие уровни не чаще всего и попадают. В луч... Какая тварь! Иди нафиг от меня! Кажется, что красная область заблокирована. Найди ключ, чтобы ее открыть. Напоминает всякие, знаете, платформеры с открытым миром, в которых нужно находить, допустим, какие-то зацепки, ключи для того, чтобы попасть в другую зону этого мира, в которую раньше не было доступа. Но пока все просто, да? И вы можете сделать вывод, если вы раньше не играли в эту игру, что Responsible Dead, безответственный отец, пожалуй, наверное, самый популярный, часто используемый персонаж. Вот, красный ключ. Как в думе каком-то, знаете. А я успею! Успею, 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 успею! Давай, давай, давай! Сынок! Прости, но так было нужно. Жертвы на любой войне есть. И в любых мистических пещерах. В данном случае. Сын, ты моя жертва! Все, капец, колесу, да. Ай, ладно, попробуем с таким колесом добраться до финиша. Главное, что мы теперь разблокировали красную зону. А где ж секрет-то мог быть? Жутковато в этой красной зоне еще ехать с этим колесом. Кошмар. Какой-то тихо, 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 тихо. Белая зона. И что мне надо делать? Куда меня кидает? Зачем же так кричать? Здесь у нас снег, все в снегу. Ты посмотри просто, что творится. Аккуратнее, зона Йетти. Хорошо. Допустим. Я должен бояться этого Йетти? Или он дружелюбный? Никто ведь не знает, какие Йетти на самом деле. Кажется, мне очень плохо. Там мне что-то писали справа. Может, там был секрет. На самом деле, мне все равно секрет. Главное, уровень хочется пройти. Ух, теперь мы что, под воду попадаем? Или что это такое? Не, ну это все пищ... Да, это как будто мы под водой сейчас, да? Смотрите. Всякие эти... Полип... Ну, не полип, всякие... Что? Нафиг, нафиг, нафиг. Черт, живи, живи, живи. Какой-то кактус на нас напал просто. Ой, господи. Летающая... Субмарина, субмарина это. Настоящая субм... Сейв... Сейв меня, извини, я не смог тебя спасти. Кто-то потонул прямо на субмарине. Так, мы за ним, да, пойдем? Обалденный уровень. Вы просто посмотрите, насколько вот действительно клевые уровни получаются, которые в фичерс попадают. Так и запомним. Вот будет такое у нас определение для этой игры в фичерс. Что? Камни сейчас что-то посыпят? Сейчас... Тихо, тихо, тихо. Назад, 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 назад. У меня колесо, колесо, колесо. Я понимаю. Назад надо. Сюда, 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 сюда. Нету рук. Какой кошмар. И мы еще как-то доезжаем. Вот, проходя каждую игру, мы должны глоссарий такой заставить. Господи, господи, господи. Огромный муравей. Черт, не сниз, не сниз, не сниз. Быстро, быстро, быстро. Мы вообще под землей. Огромный муравей. Какой кошмар. Ох, е-мое. Да, составить себе такой глоссарий. Знаете, набор каких-то терминов для каждой игры. Вот будет у нас фичерд. Когда я буду говорить фичерд, вы поймете, что это значит самые лучшие уровни, выделенные в основное меню. Так. З-з-з-з. Кто я? Убирайся отсюда. А если нет? Тихо, тихо, тихо. Безопасная зона. Слушайте, это босс. Это босс, блин, мне правда с таким... Тихо, тихо. Давай, быстрей, 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 быстрей. Вот и господи. Там что-то страшное происходит. На самом деле, этот босс был бы очень легкий, если бы у меня все было в порядке с колесом. Но мне очень тяжело назад отъезжать. Тут то же самое, как было... Черт. Давай, 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 давай. Тоже самое, как было с розовым монстром. Помните, в уровне, по-моему, в позапрошлом... В позапрошлой серии. Это четвертая серия, а то была во второй. Я его убил, хорошо. И что дальше? Мистическая пещера Слушайте, мы прошли уровень Я вас поздравляю с этим Пока все уровни проходим Хотя, сказать по правде Я был готов, что если бы погибнул здесь То не стал бы переигрывать Пошел бы дальше Потому что я не хочу длинных серий А уровней интересных много Хочется много чего показать Ну и давайте последний уровень Элоскан Фишерман Про какого-то рыбака И это у нас будет дедушка на Своей реактивной Ты посмотри, какая красота просто Настоящий мультик сделали Так мы кораблем, что ли, управляем? Обалдеть просто Я никогда в жизни такого уровня Похожих не видел в такого стиле Так, я только не пойму Мы должны кораблем управлять? Только что делать с управлением? Так, упала клетка какая-то А Джим Боначчи, кстати, автор этого уровня Ну что, пошли Эхой Перед тем, как ты отправишься Нажимай Когда ты отправишься Нажимай пробел Для того, чтобы Выпускать свою сеть И смотреть Сможешь ли ты что-то поймать Если ты умудришься Поймать нескольких крабов Перезагрузи В общем свою добычу В док Отвези свою добычу в док Перед тем, как возвращаться в море Четыре путешествия Заполнят, в общем-то, все Поэтому убирайся отсюда и рыбачь Гринхорн Зеленый рог Или что-то Так, давайте здесь попробуем порыбачить Так, я запустил По-моему, она у меня отвалилась Так, смотри, я ничего не выловил, да? Хорошо, давайте порыбачим Блин, ну я никогда ничего подобного не видел Вот серьезно Так, давайте здесь попробуем Ну что, выловим что-то? Да ни черта мы не ловим Давайте поглубже заплывем Тюлени Короче Что? Бедные тюлени, на вас боеголовка упала Простите, ребят, ничем не смогу вам помочь Я в открытое море Посмотрите, волны какие Шторм настоящий Какая красота Боже мой А мы тут не можем запустить Нашу клетку Может спокойно море? А не, получилось, получилось Так Да пустая клетка Что-то не то вообще Так, пошли дальше Поехали Ох ты Дельфины Какая красота Боже мой Я никогда в жизни не видел Такого красивого уровня Это наверно Я долго играл Плюс до этого Дельфины Ха-ха-ха-ха-ха-ха Что с дикой Природа происходит Просто Вот серьезно Я долго играл в Хэппи Виллс Раньше Вот, где-то там Года два назад И так далее Но никогда не видел Настолько обалденных Вот именно в плане Дизайна уровней Это нечто, друзья Просто нечто Я не пойму Как мне Крабов поймать Ни черта мне не попадается Может дельфина выловить Ни фига нету У меня улова Так, аккуратно Сейчас еще перевернется Мой кораблик Что-то капец здесь, да? Ураган настоящий Шторм Я не знаю У меня ни одной добычи Вообще нету Ни черта у меня нету Поплывем еще Чуточку дальше Давайте Может намеки какие-то Где нужно вылавливать Куда сеет Нужно запускать Может быть вообще ниже Просто надо было ее отпустить А ее сразу поднимать Так, господи Сейчас корабль Даже перевернется Нафиг Обалдеть Надо было, наверное, ниже запускать Сколько крабов у меня Поплыли обратно Поплыли обратно Давай, лодочка Давай-давай-давай Мы получим за это много денег А крабы какие огромные Ты посмотри Слушайте, я бы не отказался От крабов с пивком Ммм Такие вот Солененькие Класс Настоящие Не то что крабовые палочки Вы же знаете Что крабовые палочки Которые вы покупаете Это вовсе не крапа Не знаю что Давай, давай, давай Я понимаю, что на таких волнах не так-то и легко добираться Но, блин, стоит того Одного брата вашего выкинули Я все знаю Как это круто, ребят Сейчас вдох с вами вернемся Очень красиво Просто шикарно Так, все, отвезли, да? И нам надо четыре раза вот так смотаться туда-обратно Так, хорошо, давайте-ка проверим Может мне действительно надо было просто поглубже запустить свою клетку Сейчас давайте попробуем Вот тут вот даже не уплывая никуда далеко Все, и просто, просто вот она Спускается, спускается, спускается Низко, 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 низко И что из этого получится? Все, можно отпускать, наверное, да? Ничего, значит все-таки надо глубже в море О, смотрите, какой мы курс набрали Как мы быстро поплыли Да, смотрите Так, тихо, тихо, тихо Так можно действительно перевернуться Если на такой скорости Просто прыгаем по волнам, как эти дельфины Так, это, кстати, не дельфины Это касатки Так, освободите Вилли Сейчас чуть поймаем еще хорошего Ни черта не поймали Поплыли дальше Давай, 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 давай Ох ты, господи, аккуратно Это кто? На субмарине Ленин? Нет, это не Ленин Но этот мужик мне очень знаком Вообще, это на Шонок Коннери он похож Но это, блин, советская подлодка И, возможно, он какой-то известный полководец Времен СССР, во время Второй мировой войны Я не знаю, на самом деле Но, блин, это на Шонку Шонку Мери Так, что там у нас дальше Как дела там у тебя под водой? Ты бы мне хоть сообщил, если там храбы ползают что-то или нет Смотри, у меня пусто У меня пусто, говорю Ой, слушайте, а нас что-то дальше не пускают Наверное, надо вот именно в этом регионе И попытаться кого-то поймать Так, давайте-ка за кадром попытаюсь поймать А то это долго, наверное, будет Так, в общем, рыбак и добыча крабов из меня как-то не очень Я не могу, я где не пытаюсь опустить эту клетку Нигде нету, блин, крабов Это Форест Гамп у нас там, креветочный король, да? Основал потом свою компанию по добыче креветок Вместе с Бубой А не, Буба погиб Вот, а Форест Гамп через него как-то там все это сделал Так, на самом деле у меня сейчас есть идея перевернуться Ну просто, смотрите, что будет, мне интересно Просто как будто будет диалог Когда мы четыре раза сходим туда-обратно Отправимся, да, и все Видите, нету крабов Просто будет какой-то диалог, и на этом окончание уровня Поэтому я вам предлагаю вот что сделать Похоже, что капитан скончался, да? Ну, а кораблик так и останется здесь Упаковывается Это шикарный уровень Это просто невероятный уровень Море впечатлений после этого уровня, на самом деле А я, между тем, хотел бы еще кое-что попробовать User Level Browser И там же, по-моему, был для меня и второй уровень, нет? От Вайпера Был или нет? Вот, Таурус и Спасбол Может быть, это то же самое, как Форт Таурус Просто я случайно два раза сохранил И оно все то же самое Сейчас проверим, давайте-ка Play now Аааа, слушайте Так ведь это... Нет, это абсолютно новый уровень для меня Вайпер создал И я хочу вам сразу сказать Хорошо, что вы познакомились с этим типом уровней Потому что они будут нам встречаться часто По крайней мере, когда я раньше играл в такой тип уровней Он мне встречался чертовски просто часто Что нам нужно? Мы стоим, никуда мы двинуться не можем У нас отобрали даже транспортное средство И единственная наша возможность Это брать шарики и кидать их куда-нибудь Для того, чтобы что-нибудь произошло И я всегда был хорош в этом Так, меня пустили на следующий уровень Хотя, если честно Ааа, если честно, я немножко забагован оказался Не, ну, при желании я мог бы туда вниз попасть Мне интересно, что будет, если попадать шариком В вопросительные знаки По-моему, лучше бы я этого не проверял, да? Так, сейчас попробую какой-то во второй или в третий Нет, то же самое будет Я успел, я успел до этого крика Вот, в третий А, просто пропало всё Просто все текстурки исчезли А если во второй попадём? Сейчас проверим Просто мне приятно на это тратить серена Вот, я, кстати, могу и сразу выиграть Пропуская, допустим, следующие уровни Я даже сразу мог выиграть Если бы попал бы в этот В ямку с надписью WIN Просто уровни-то специально для меня были созданы Вайпером Поэтому хочется это всё исследовать И смотреть Что, где и как Не хочу я так Ещё он вдалеке Ааа, ещё вдалеке вопросительный знак Можно попробовать в него Ооо, вот это круто Слушайте, сколько у нас запасных шариков посыпалось Класс Я ещё во второй хотел Господи, я ещё скину Ладно Там ещё старик какой-то висит, господи Я хочу, блин, во второй кинуть Я не могу никак попасть Ааа Давай же Ш Давай же Я не собираюсь снова Надолго здесь задержится Есть Короче, то же самое, что и в первом Только Только всё хуже Ааа, я понял, что произошло Просто в первом случае мы с вами взорвались А потом кусочек моего тела попал во вторую ямку И был вот этот вот скример То есть не просто шарики А что угодно Если попадёт в эти ямки То Соответственно Ах, господи То, соответственно Произойдёт триггер, сработает Я хочу теперь на следующий уровень попасть Самое интересное, что Во впадину Со следующим уровнем Попасть, по-моему, сложнее всего Да вот, да вот Нетушки Мы должны были проехаться На этом столе на самом деле Нифига не получилось Ну ладно, можно и без стола попробовать Так, хорошо Потихоньку, потихоньку Давай двигаемся Червячком, червячком Давай, 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 давай Мы без стола можем вправиться Так ведь? Конечно так А вот, кстати, кусочки А, нет, это стрелы Нас обстреливали стрелами Так, мы на столе должны были сейчас прокатиться Но, на самом деле Я знаю технологию Когда мы даже без транспортного средства Можно с вами вот так вот Передвигаться потихонечку Так, тихо Чего у него рука застряла? Арбузы валяются Всякие кусочки дедушки Так, нет, только не так Надо перевернуться обратно Ай И просто карабкаться К своей мечте Может быть, нас ждёт что-то хорошее Арбуз, конечно, мешает Ай, руку, руку, руку Господи Ах Давай, давай, давай Вон наш стол Господи, я опять перевернулся Давай Давай, 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 давай Мне мешает арбуз Господи Самое интересное Мне кажется, что я не смогу туда попасть без стула Давайте-ка ещё разочек попробуем Без стола, точнее Не смогу туда попасть Просто стол мне загромождал путь мой Давай, Жеш Господи Я, наверное, никак не попаду в этот next level То была чистая случайность Тут не всегда легко прицелиться Как нужно Ах, господи Ну, блин Ну, не туда кидаешь Не туда же ты кидаешь Победа Это, конечно, хорошо Но мне же интересно посмотреть, что там дальше Вот тоже, считайте, своего рода мини-игра получилась И с помощью вот такого рода деятельности Проходят многие уровни из тех, которые создают обычные пользователи Давай, 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 всё Попа Давай, 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 хорошо Я в стуле Всё, отлично Только схватиться было бы за стул хорошо Всё, схватился Поехали Сейчас будет здорово Нееет А там машина Ну, короче, будем считать, что возле машины, наверное, и конец Потому что Я без рук, ну, никак не смогу туда добраться Я-то останусь жив Потому что руки и ноги Это не самое важное у человека Не самые жизненно важные органы Рэп он теперь не сможет читать Потому что вот такие жесты нужны Он будет вот такими культями, короче Так, ну что, наверное будем на этом заканчивать Спасибо Viper, было весело достаточно Вот Поэтому ждите следующих серий Я хотел, чтобы они появлялись почаще Потому что просто приятно Просто в это приятно играть, это приятно записывать Это приятно комментировать Надеюсь, что это приятно смотреть Спасибо, что смотрели, друзья Оставайтесь на линии, нас ждет еще много интересного